В аптеку, но не за лекарствами, сегодня зашли глава Чувашии, министр здравоохранения республики. Цель визита – узнать цены на препараты. Цены на препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых, Росздравнадзор мониторит регулярно. По официальным данным, в июне 2016 года, по сравнению с декабрем 2015, цены на такие лекарства в целом по России выросли на 0,6%, в Чувашии – на 0,1%. При этом цены на иностранные препараты и их российские аналоги различаются в разы. Российский амепрозол, амез индийский, пожалуйста, разница почти в 10 раз, 46-300. Пожалуйста, вот нож под ротоверин, нож под 252, тут 38. Кому-то нравится импортное название, кому-то нравится русское название. Один и тот же препарат может оказывать воздействие на одного человека и не так немножко действует на другого. Поэтому, конечно, здесь происходит подбор препаратов. Министр здравоохранения, какое подключение вы сделали? Свежий воздух и спорт. А вы самой что сделали? Понадобились таблетки, пилюльки, значит, это самое. Ну, начинать с простого. Тем, кто в период разгула вирусных заболеваний свежим воздухом, не обойдется информация от руководителя государственной аптечной сети. К эпидемии ОРВИ готовы. Ажиотаж, как бы нагнетаться не будет. Вся аптечная сеть прекрасно понимает сезонность тех или иных заболеваний. Соответственно, запас препаратов держат под конкретный сезон. Тот количество заболевших будет пополняться, просто весь ассортимент противовирусных и антибиотиков. И, соответственно, никакого дефицита и роста цен не будет. То есть до конца года не ожидается никакого? Вы знаете, роста цен не ожидается не то, что до конца года, но и в ближайший год-два, если что-то там не произойдет в экономике очень серьезного. Продолжение следует...